Очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. За последними новостями о женибе принца Гарри мы вовсе забыли, что нас ждет другое, не менее важное и радостное событие. Третья беременность – любимец миллионов британцев Кейт Миддлтон. Уже совсем скоро в ее семье появится пополнение. Поговаривают, что герцогиня Кембриджская даже стала испытывать ревность к Меган Маркл, которой пресса уделяет гораздо больше внимания. Но достоверный источник сообщил, что во время рождественского отдыха женщины настолько сдружились, что Кейт забыла о своих детских обидах. Недавно они с принцем Уильямом посетили английский город Коментри. В этом году герцогиня появилась на публике в ярко-розовом пальто. Поклонники подметили, что она уже не первый раз надевает его, будучи беременной. Это пальто она носила в 2014 году, когда вынашивала принцессу Шарлоту. В этот раз свой образ она дополнила теплыми черными колготками, туфлями на небольшом каблуке, перчатками и клачем. К слову, герцогиня вовсе не стесняется носить одни и те же вещи несколько раз. Когда только появилась весть о новой беременности Кейт, она сразу же была омрачена информацией о том, что Миддлтон довольно тяжело переносит ее. Прогнозы были столь тревожными, что перепугали всех близких поклонников герцогини. Однако спустя некоторое время Кейт начала появляться на публике все чаще, а значит серьезных проблем со здоровьем у нее нет. Как только мы вздохнули, с облегчением в СМИ распространилась новая новость о беременности. Авторитетное британское издание сообщило, что супруга принца Уильяма в этот раз будет рожать под гипнозом. Журналисты утверждают, что в лондонской больнице Святой Марии уже готовятся к этому. А кушерке проходит интенсивный курс по овладению техникой гипноза, которая позволит обезболить роды. Такая практика не новая среди известных личностей. К такому методу прибегала супермодель Жизель Бюнткин из Бразилии, что позволило ей родить сына без боли в ванне с водой. Напомню, что рожать герцогиня будет в том же медицинском учреждении, где появились на свет ее первые дети, а также ее супруг и принц Гарри. Возможно, именно показания врачей стали поводом к тому нестандартному решению, но в любом случае надеемся, что роды пройдут успешно. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!